Есть некоторые понятия, которые мы повторяем, потому что ими пользовались наши родители, деды, прадеды. Вот трюизм мы говорим, да? Трюизм. Вот такая банальная фраза, которая как бы не требует ни комментариев, не подвергает сомнению. Вот есть такое понятие. Скрипка вдруг запела. Поющая скрипка. Вы знаете, я сейчас попробую сделать ужасную вещь. Разбить это понятие. Оно неверное. Скрипка не поет. И поет тоже, но в основе своей она говорит. Говорит человеческим языком. Говорит тайнописью, говорит фразами, эмоциями. Музыка кричит. Разговаривает, возмущается, удивляется. Пользуется междометиями, внутренними, тайными междометиями. Вся история развития музыки – это история развития музыкального разговора. Просьбы, мольбы, обращения, пения. То есть большая часть этого грандиозного явления. А знаете, где, на мой взгляд, идея разговора, общения достигла кульминации? В джазе. Музыка. 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 Жаз как принцип – это невероятная свобода мышления. Это открытая свобода. Это контактность на самом высочайшем уровне. Это такое счастливое состояние человеческой души, способность к джазовой импровизации, при котором человек освобожден от всех комплексов, от ощущения чужеродности мира, чужеродности себя в этом мире. Он в мир творчества, в мир красоты. Вот эти два музыканта, они обладают счастливым даром. Я вам по секрету скажу, когда никого нет у меня дома, никто не слышит, никто не видит, только тогда я позволяю себе сесть заранее, когда нет джазового дара. Я прекрасно понимаю, что его нет. Но и мне, достаточно строгому музыканту, обязательно необходима эта разрядка. Иногда у меня получается, я думаю, жаль, что никто не слышит. Но это иногда. Берут тему. Были великие джазовые композиторы, которые создали темы, короткие мелодические образцы. И потом эта тема превращается в грандиозный разговор. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Андрей и Марина путешествовали на пароходе под каналом Санкт-Петербурга. Они бродили по улицам города, они наполнили город музыкой, а город наполнился их музыкой. И они открыли музыку Петербурга. Знаете, что случилось? Им подарили мелодию, которую они раньше не знали. Знаменитый гимн великому городу. Музыка Глиэра, написанная им в балете «Медный всадник». И мелодия, которая совсем не рассчитана на джазовую импровизацию, которая рассчитана на показ панорамы города, вдруг в десятиминутной мгновенной импровизации на только минуту назад незнакомую мелодию превратилась в город деталей. Здравствуйте! Музыка Глиэра, написанная импровизация «Медный всадник». Музыка Гимн великому городу стал гимном каждому домику, каждому дворику, каждому мосту, каждому движению канала и отцвета солнца, который отражается в водах каналов, каждой искренней. Это стало чудом открытия. Я не знаю, насколько вы по-другому увидите Санкт-Петербург в свете этой импровизации. Музыка Глиэра, написанная импровизация «Медный всадник» Музыка Глиэра, написанная импровизация «Медный всадник» «Медный всадник» «Медный всадник» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джаз многолик Он может быть необычайно болтливым, он может быть беззаботно щебечущим, как птички, джаз может быть горьким. Когда-то Бернстайн сказал, всякая джазовая мелодия отдает легкой горечью. Музыканты, джазмены ищут музыку между полутонами, как индусы когда-то там. Поэтому они так любят играть полутоновые соотношения, чтобы найти выход, разорвать пространство, освободиться от знаний о конечности человеческой жизни. Джаз – это самое великое доказательство бессмертия. Джазовая музыка никогда не имеет начала и конца. Музыканты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Звучит музыка Джаз возник на стыке культур. Вообще все великие явления, искусство возникает на стыке культур. Вот африканские негры, они там нашли у себя в Африке невероятное богатство ритмов. Их музыка была не звуковысотна. Эта музыка, в основе которой лежал ритм, совершенно непостижимый в те времена для европейского уха. Это и была ритмическая основа джаза. С этим ритмом надо родиться. Не обязательно в Африке, но родиться так, чтобы, услыхав эти ритмы, понять, что это удивительная великая музыка. Негры обращались к Богу через ритмы. И Бог был так же многолик, множественен и многозначен, как эти ритмы. И вот когда африканцы были привезены в Америку, то они услыхали звуковысотность. И родилось совершенно новое мышление. Европейская звуковысотность наслоилась на грандиозные ритмические построения африканских традиций. И родился джаз, его синкопы, его освобожденность. Когда дается сетка, когда дается несколько аккордов или несколько тактов мелодии, которые преображаются во всем многообразии мира. Джаз первое доказательство того, что музыка это не запевшая, а заговорившая, зазвонившая, зазвучавшая данность. Музыка 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 Латиноамериканцы, гениальные латиноамериканцы 20 века, несмотря на то, что они ссылаются и на Гоголя, как отца основателя, и на Достоевского, и на Толстого, безусловно, создают свои дивные совершенно формы под влиянием джаза. Прочитайте «Столь от одиночества» Маркеса, и вы услышите форму джазовую, когда есть сетка, и каждый раз стрела идет дальше, опять туда, и опять дальше, дальше, дальше. И свобода импровизации достигает такого уровня, при котором мы уже не осознаем, в каком поколении, в каком времени мы находим сетку, развивая структуру, он все время тот же возвращение в круг. А гениальный рассказ Картасара, но написано во вступлении «Памяти Чеп...», гениальный создатель и кульминация стиля бибоб, как гениальная джазовая импровизация, последняя импровизация Чарли Паркера в этой земной жизни. И здесь памятник джазу, памятник, когда джазовая импровизация застывает навек. Слава Богу, появилась грамзапись, и нам оставлены грандиозные творения Питерсона и Чарли Паркера, феноменальный Макс Дэвис и многие-многие другие, и сказочная Элла Фиттжеральд. Вот эта вот свобода рождает гармонию мира. Питерсона и Чарли Паркера А это моя связь с другим. То есть вот очень хорошо говорит Юрий Лидерман в нашем театре в Стокгольме. Он говорит, то, что внутри тебя, не так важно. Важно, что между нами. На этом он строит свое общение со всем руководством крупнейших фирм. Действительно, джаз – это не то, что в тебе. Ты выдаешь это потому, что важно движение к партнеру. А партнер играет для тебя, на тебя. И когда ты хочешь сделать то, что же, то максимально можешь отдать другому, передать это движение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот он сейчас внизу общался. Это и есть знаменитый Чижик-Пыжик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok